друзья всем привет меня зовут рая и вы на моем канале про вязание рая вяжет сегодня я хочу с вами поделиться своими планами на декабрь месяц показать свои процессы конечно ну начало месяца сейчас но естественно не первое число вы как вы кто меня смотрит вернее те увидели что я немножечко задержалась и даже с готовыми работами да в общем так получается что у меня от месяца идет что-то все задержки немножечко так я вот кто помнит да я составляла планы план на ноябрь месяц и те процессы которые у меня не закончены до остались я их перенесу на этот месяц декабрь знаете у меня обычно так было что я в новый год как бы шла в новый год никогда не брала с собой что-то из старого года да то есть даже то что я вязала я пыталась все закончить я не разводила много процессов и чтобы у меня вот не было не ну ничего не было из из того года с собой добрать в этом году я думаю что у меня так не получится и сейчас по мере по мере я вам все расскажу и потом и покажу да и потом уже мы с вами подведем итог так ну что у меня с прошлого месяца кто готовые работы в мои смотрел да кто не смотрел оставлю ссылку пройдите посмотрите да в общем с прошлого месяца у меня переходит первое сразу же ставлю до что у меня переходит это шапка из земли по которой у меня снимается мастер-класс до шапочка двойная одна сторона из ализе ангора gold sim ли да одна сторона у меня будет вот такая вот ажурная видно в принципе да а вторая сторона будет без ажура просто лицевыми петлями сейчас одну просто лицевыми петлями вот из такой пряжи знаете я понять не могу что за свет он вроде как и синий но вроде как и не синий из зеленая из бирюза и вообще непонятно ну на камере он темно-синий на самом деле нет так я давайте вам оттеночек скажу это оттенок 17 вот но он классный вот у меня вообще такое ощущение синий бирюзовый как будто бы он такой но классный оттенок и вот второй будет у меня вторая половинка шапки будет вот этим цветом да как наборный край вот но так как снимается мастер-класс у меня пока все это дело встала не знаю обязательно хочу закончить эту шапку в этом месяце да ну вот не буду обещать потому что как вы все уже знаете кто бы меня смотрит что если я наобещаю если я так конкретно на планирую значит у меня ничего не получится так и давайте первым пунктом мы с вами напишем шапка из земли да это не главный пункт это не в приоритете просто я пишу то что у меня вышло выходит с того месяца в это да так шапка из земли земли номером 2 еще что у меня вышло из того месяца это мой бактус да кто помнит да я бактус уже начала так это мой самый последний пункт из того месяца 10 но я его начала потому что я вычеркнула офигенные варежки и тапочки до маленькой девочки вот по своему мастер-классу что я снимала эти тапочки у меня покупаются в принципе я их вычеркнула потому что мне заказчица дала пряжу вот эту карачаевскую моточную да я просто у меня вот не могла я вязать не все я связала вот столько вот от варежки по моему как-то до пальчика довязала и все и не могу вязать я понимаю что я из этой пряжи вязать не буду я не стала обманывать ни себя не заказчицу я просто сказала что я из этой пряжи вязать не буду если вы хотите давайте я вам свяжу из нормальной пряжи я вам быстренько все это свяжу и варежки эти офигенные потому что у меня был комплект же для них вязан шапка офигенная и шарфик да вот и в общем я это дело вычеркнула и вот тогда я начала бактус я его немножечко совсем продвинула бактус по мастер-классу марии воды да вот и я начала его вязать но он у меня тоже вот пока остановился вяжу из стопроцентного акрила олимпия лидия пряжи производства греции а вот и в общем пока он у меня встал весь этот бактус ну и он у меня такой процесс знаете можно сказать отдыхалочка бывает просто посидеть вот посмотреть какой-нибудь фильмец да и просто не заморачиваясь на этом бактусе то есть сидишь вяжешь как бы делаешь прибавки сами по себе да ну как то особо и не не заморачиваешься на нем то есть узоров нет как говорится то что вот эти цепочки так это в принципе не узор да тут не нужно грузиться так пишу бактус помпу мастер-классу марии в д тоже перешел из прошлого месяца так по мастер-классу марии воде мария воды так подпишу все так вот с этой стороны я отмечаю что у меня это связано да и легалки ставлю или пишу что связано в общем пока она у меня вот так дальше третий пункт но этот пункт самый главный это у меня в приоритете сейчас я вижу а домашние тапочки следочки своему мужу на двух спицах да по своему мастер-классу вижу из пряжи и строиц к деревенька тут 170 метров на 100 грамм это стопроцентно 6 такая колючая шерсть у меня так от нее сохнут руки мне так колючо муж у меня к шее прикладывает да нисколько говорит не колючо ну вот для кого когда у меня кожа чувствительная получается цвет натуральный темный ну знаете так попахивает так овечкой пряжа достаточно но зато точно будем знать что он натуральная до шерсть вот в общем вижу эти тапочки сейчас мне осталось уже стопу принципе только вывязать да вот они вот такие спицах я оставлю вам ссылочку на мастер-класс на свой по этим тапочкам но единственное в мастер-классе я вижу в 2 в 2 ниточки они там как бы женские получаются да и вот эти прибавки вот что вот у меня вот здесь вот да вот эти пимпочки я их называю здесь они лицевые то есть я с изнаночной стороны тут прибавки 7 петель прибавляем 6 вернее да из одной вывязываем 7 я с изнаночной стороны в мастер-классе провязывала эти прибавки лицевыми здесь я их провязываю изнаночными чтобы не было этих изнаночных пимпочек потому что эти тапочки мужские тут кажется что они есть но на самом деле когда все постирается вот не видно ну а там к в мастер-классе там прям ясно видно что эти пимпочки тем более у меня коричневая пряжа на бель беленькие пимпочки на коричневой пряжи вот вот эти у меня в общем в приоритете в первую очередь связать нужно мне вот эти тапки так тапки мужу так и напишу что-то ручка не пишет тапки мужу и вот сразу же подписываю четвертым номером тапки себе потому что я хочу связать из остатков пряжи вот точно такие же для себя да потому что я знаю знаю что тут останется если что-то у меня не хватит у меня же нога все равно меньше мужа если что-то мне не хватит то я просто добавлю верблюжьей шерсти у меня есть верблюжьей шерсти из носочной добавка сделаю в общем да думаю что хватит и тапки для себя сразу же напишу но для себя естественно не приоритете я сразу их начинать не буду могу и вообще не начать как говорится для себя это понятие растяжимое так в общем это я откладываю тапочки сейчас я вижу и в принципе возможно как бы завтра они у меня уже и будут готовы дальше пятое пропишу я вяжу шарф для сына кто меня смотрит те знают что я связала сыну свитер вот из такой пряжи да это ализе лана gold classic цвет 590 в палитре ализе это цвет чернильный в общем у меня было такой пряжи килограмм да две упаковки я связала сначала сыну шапку в две нитки резинкой 2 на 2 потом я связала сыну свитер в готовых работах он у меня показан да до сих пор кстати не убраны кончики он не постиран руки меня не поднимаются пока эти кончики убрать завтра с утра вот сделала себе еще с утра сегодня наставление что завтра с утра я сяду и буду убирать кончики вот и в общем сейчас у меня осталось пряжи два целиковых мотка и там небольшие остаточном клубочке и в общем я всю эту пряжу хочу под ноль прямо пустить на шарф шарфик не широкий спицами номер пять вижу такой нужен шарф чтобы был вот такой комплект шапка шарф и свитер вот так что это у меня тоже вяжется и после тапок мужу да я сразу же буду продолжать вязать шарфик и он в принципе в саму сам главный у меня работы немного в принципе да но гаунта сесть да повязать я в последнее время все так у меня как-то все времени не хватает сейчас вот мясо нам навезли нужно это мясо все переработать котлет накрутить у меня еще мясорубка как обычно нахлобучилась сегодня пришлось ехать мясорубку покупать вот и в общем домашних дел очень много и у меня получается что я всего в день вяжу полтора-два часа все я все время занята вот домашними делами именно еще новый год на носу хочется конечно все успеть но можно конечно все успевать но я просто сама вот никак не могу как понять да как распределить свое время меня не получается распределить свое время я все время думаю что так правильно начинаю делать так как я думаю результате все равно вообще ничего не получается так вот я я завидую как бы сказать завидую белой завистью завидую тем девочкам кто живут в городе у них больше свободного времени но я знаете я было время я жила в городе я жила у нас в городе в архангельске я жила в москве я не хочу этой городской жизни мне моя деревня нравится я ее намного больше люблю но в деревне очень много занимает времени дрова вода которую нужно носить ну она у нас не дома да то есть когда у нас вот летом у нас вода из колодца бежит рядышком в два метра от крыльца как говорится а сейчас нам ее приходится носить с колонки вот это очень много времени занимает все вот это дело в особенности зимой да зимой бывает что печки по два раза приходится топить и вот у нас бывают конечно вот это время много забирает снег чистить тоже когда снегу навалит и практически все это дело как бы на мне лежит муж очень много работает и а я он работает на дому но работы всегда много вот в особенности сейчас перед праздниками люди начали носить свои телевизоры на ремонт компьютеры телефоны все несут а после праздников тем более понесут в особенности телефоны с расколоченными экранами вот это я больше чем уверена у большинства будут разбитые экраны вот так так пятым я смотрите как отъехала от тема до говорила за шарф в итоге вообще результаты начала уже за телефоны говорить так сижу такая вся с вами разговаривала у самой телефон вырубился ничего вообще не снимается но наговорила ну ладно заметила не так уж много заговорила наговорила это просто что у меня телефон перегрелся слишком много приложений в автозапуске и в общем камера решила отказалась работать и вырубилась сейчас в общем все вроде как восстановила надеюсь так что в общем шарфик сыну я записала номером пятым дальше у меня сегодня написала мне девушка здесь у нас местная и попросила есть связать две небольших елочных игрушечки какого-нибудь каких-нибудь мульт героев в общем я предложила свиношариков в общем будем вязать ей кроша и савунью шестым седьмым номером я их записала нужно связать до 20 числа в принципе времени много тут ну делал немного свяжу быстро надеюсь вот так что шестой седьмой номер у меня идет с крош с савуньей так дальше что еще вот у меня приготовлена такая ниточка да в прошлом месяце я из нее из такой ниточки вязала себе носки мне мне понравились эти носки в общем я хочу еще связать там у меня осталось пол мотка но я думаю что меньше чем пол мотка я потому что не взвешивала у меня весов нет я решила не рисковать решила связать пару себе с этой с этого моточка и потом уже с двух моточков еще одну пару связать в общем просто пишу как и писала здесь носки из ализе да то есть восьмым номером пишу носки из ализе за грамотей так вот в общем это у меня такие сейчас основные процессы планы с этим тоже не факт что начну в этом месте вот в прошлом месяце начала в этом не факт скажу есть пару хватит пока вот но это если так уже отвлечься до повязать посидеть секцион очки с веселенькой пряжи почему бы нет так и девочки ну кто меня смотрит те прекрасно знают что у меня идет две посылки пряжи я уже столько времени про эти две посылки говорю вы представляете не до сих пор не пришли до сих пор у нас нет дорог почта ходит раз в неделю поездом и вы знаете в прошлый раз она у меня должна была в прошлую пятницу они должны были отправить мне эти посылки почему то они с архангельска так и не выехали так что жду я сейчас вот на этой неделе в субботу не знаю получу или нет если станут дороги будут да то придет придут надеюсь что посылки раньше ну я уже у меня у мужа куча посылок всяких тоже там вот в архангельске зависла ладно я еще у меня терпит у мужа вообще там для работы запчасти идут люди ждут телевизор люди ждут ноутбуки в общем а у него все это там зависло и в общем короче вообще трындец вот и так что я жду и кто меня смотрел те знают что одна посылка мне идет с пряжей для мужского свитера а вторая посылка мне идет с пряжей для женского кардигана да это идет в качестве спонсорской помощи для моих мастер-классов вот так что я жду эти посылки и возможно в этом месяце я хотя бы начну вязать мужской свитер потому что все так долго все я я не говорю уже про кардиган но думаю что терпения у меня все равно не хватит и я все равно начну просто я хочу и по свитеру и по кардигану да снимать мастер-классы как вы поняли и это все не быстро будут естественно отвязываться образцы всех мастей для и для свитера для свитера кстати муж там я вам показывал где-то да в каком-то видео вставляла картинку выбрал такой свитер с таки такой узорчатый что там по любому образцы вязать придется вот с кардиганом я кстати вот думаю думаю наверное я тоже буду вязать кардиган ажурный ажурный и с как бы арана ажурный вот так скажем вот ну там тоже в любом случае а нужно будет образцы вязать еще собираюсь вязать на себя я хочу связать немножко такой как бы побольше размерчиком но опять думаю собираюсь немножечко похудеть если похудею то будет он не громадный в общем не знаю еще посмотрю отвяжу все образцы но факт в том что я не хочу просто лицевая гладь какая-то чтобы у меня на кардигане было нет я во первых я с ума сойду если вязать лицевую гладь столько да на свой тем более размер 48 вот так что я не знаю но скорее всего будет вот я сохранила вот один кардиган я когда-то вам тоже показывал я вязала свой самый первый кардиган из корчаевской пряжи классным классным узором я его сохранила эту фотку тоже как-нибудь вам ставлю не в этом видео вот и в общем я хочу чтобы вот попробовать повторить этот кардиган свой но опять сейчас думаю у меня пряжа идет такого цвета что возможно и не подойдет этот узор для такого цвета в общем не знаю я посмотрю у меня есть два варианта для вязания этих кардиганов своих этого кардигана вернее два у меня варианта и вот я наверное отвяжу оба образца вам покажу и потом уже вам задам вопросик из какого как какой узор будем вязать на кардигане вы мне ответите и уже там кто что больше у меня образцов голосов наберет по такому узору и будем снимать мастер-класс вот думаю что сделать так потому что по идее хочется и тот и тот просто что один кардиган будет еще как бы с дырочками ажурно я уже тоже как-то показывал я вязала свекрови кардиган он у меня не совсем да удачный получился его пришлось распустить но именно сам узор вообще классный вот и в общем буду вам показывать там разберемся но сейчас пока я сюда вот это дело записывать не буду вот уже потом когда придет пряжа я сниму видео да потому что у меня все равно сейчас и продвижение процессов будет я вам покажу и продвижение своих процессов и возможно здесь уже что-то у меня поменяется вот так что девочки на этом пока все все планы все процессы буду работать над этими процессами вот хочу шапочку эту прям повязать повязать прям поснимать мастер-класс вот так что возможно через недельку даже я уже включусь и вам покажу свои продвижения влоги влогами конечно но вот разом кто-то шлоги не смотрит а просто разом все посмотреть такое да думаю кому то будет тоже интересно так что девочки на этом все кому понравилось видео поставьте лайк кто не подписан подписывайтесь на канал всем огромное спасибо за просмотр и всем пока пока пока